Вести Карачаева, Черкесия 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 Обмундирование, теплые вещи, бензопилы, лопаты и ломы – это то, что приобретено по запросам мобилизованных ребят и то, что советовали военнослужащие, которые уже были в зоне проведения специальной военной операции. К централизованной помощи военнослужащим от Карачаева, Черкесия подключаются и благотворительные организации, и предприятия, и неравнодушные люди. Так, наряду с лекарствами, ребятам направлены укомплектованные наборы предметов личной гигиены, сформированные фондом «Территория милосердия». Ряд предприятий республики сегодня занимается пошивом балаклав, шапок и шестяных носков для нужд наших солдат. Вместе с тем продолжается помощь мирным жителям Донбасса. На неделе был сформирован и отправлен очередной гуманитарный груз от Карачаева, Черкесии, 6 тонн муки и столько же круп. Это лишь один из порядка 50 гуманитарных грузов от нашей республики, который направлен из региона с начала спецоперации. К общей централизованной работе от республики подключились и представители регионального отделения «Единая Россия», ОНФ, общественное движение «Мы вместе» и волонтерские организации. В Черкесске семьи мобилизованных горожан получают всю необходимую поддержку и помощь. По поручению руководителя региона за каждой из семьей мобилизованных жителей республиканского центра закреплен социальный работник. Сотрудники Управления социальной защиты населения города содействуют в решении бытовых, социальных и иных проблем родственников военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. В настоящее время одной семье оказывается помощью в ремонте. По заявке второй будет организована консультация детского челюстно-лицевого хирурга. Семьи мобилизованных горожан получили региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Поддержка семей мобилизованных и в первую очередь нуждающихся в республиканской столице будет продолжена. Мэр республиканской столицы Алексей Баскаев провел мониторинга благоустроенных в текущем году дворов города. Каждый год в рамках программы формирования современной городской среды приводится в порядок не менее 20 придомовых территорий, в текущем году их 25. Алексей Баскаев с коллегами посетил некоторые дворы по Гутякуловой космонавтов, которые ремонтировались в этом году и пообщался с жильцами многоквартирных домов. По его словам, горожане в целом довольны ремонтными работами, отмечают, что их дворы стали комфортнее и краше, но есть также жалобы и замечания. Например, жильцы многоквартирного дома на Гутякулово 28, 30 и 32 пожаловались на отсутствие белевой площадки, недостаточное количество чернозема на клумбах. Эти недочеты подрядчик устранены в ближайшее время. Активные жильцы этих многоэтажек попросили также помочь им приобрести саженцы для зеленения двора. Мэр поручил управлению ЖКХ помочь в этом вопросе, а жильцы дома на Космонавтов 52 обратили внимание на то, что водосточная труба не подведена к ливневке. Здесь же по просьбе жителей рядом с детской площадкой установят еще тренажеры в планах отремонтировать тротуары, ведущие к дому, и установить дополнительное освещение. Мониторинг отремонтированных дворов будет продолжен. Предприятия Карачаево-Чекесе награждены золотой медалью на агропромышленной выставке «Золотая осень-2022» за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства. Золотой медалью Министерства сельского хозяйства России в частности награждены племенной завод «Махар», племенной репродуктор «Магнат» и форелевое хозяйство «Уруб». Кроме того, золотую медаль Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» получили сады Карачаево-Черкесии в номинации «Плодо-овощная продукция, ягоды и зелень» за груши помологического сорта «Ксения». 15 октября на главной площади Черкеска состоится традиционная осенняя ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 10-15% представят более 100 производителей Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. В частности, будет представлена продукция мясопереработки, огромный ассортимент молочной продукции, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена и посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь и изделия мастеров народного творчества. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать заявку необходимо до конца текущего месяца, рассказывает руководитель Центра инновации социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр «Инновации социальной сферы» по адресу Ленина, 53. В Черкесске продолжается ремонт городской школы искусств. Напомним, старое здание 1936 года постройки нуждалось в капитальном ремонте. Реконструкция на объекте началась весной прошлого года и сегодня это обновленное современное здание. В учреждении площадью более тысячи квадратных метров появятся классы для индивидуальных занятий, студия звукозаписи и современный актовый зал с большой сценой. А второе место после актового зала занимает огромный хореографический класс. В нем отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, предусмотрены также душевые кабины. Сдача объекта запланирована на конец этого месяца. Двое доверчивых граждан республики перевели мошенникам около 1 миллиона 400 тысяч рублей. 38-летнему жителю Черкеска позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Ему сообщили, что на его имя оформлен кредит на сумму 300 тысяч рублей и для того, чтобы перевести деньги на надежные счета, якобы необходимо под диктовку совершить банковские операции. Заявителя убедили в том, что это поможет задирать злоумышленников. Следуя инструкции звонившего, мужчина 11 транзакциями перевел на разные счета денежные средства. Общая сумма ущерба составила 890 тысяч рублей. С аналогичным заявлением в полицию обратилась и 41-летняя жительница республиканской столицы. Введя потерпевшую в заблуждение под предлогом, что на ее имя пытаются оформить кредит и в целях защиты сбережений, женщину убедили перевести денежные средства на безопасные банковские счета. Общая сумма ущерба составила 495 тысяч рублей. Южное главное управление Банка России при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности с 10 по 20 октября проводит в регионах Юга и Северного Кавказа неделю киберграмотности. Вебинары и интерактивы пройдут для детей и их родителей, студентов и людей серебряного возраста, а также для всех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников. Подробности у Дмитрия Мещерякова, управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии. Неделю киберграмотности открывает челлендж киберграмотно в социальной сети ВКонтакте и чемпионат финансовой безопасности. Затем в течение недели будут проводиться вебинары о правилах кибергигиены. В частности, 11 октября в 19 часов пройдет родительское собрание «Как защитить ребенка от кибермошенничества». 12 октября в 15 часов эксперты расскажут о трендах мошеннических схем. И 13 октября также в 15 часов можно будет узнать о том, как защитить от финансового мошенничества старшее поколение. Прямые эфиры будут проходить на YouTube-канале «Финансовый навигатор». Также будет доступна запись вебинаров. В Карачаево-Черкесии появится первая студенческая ТВ. Проект «Студенческое телевидение» получил федеральный грант, который в скором времени будет реализован в полноценную телестудию на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Главная задача проекта – подготавливать компетентные журналистские кадры в регионе. Ребята с отделения журналистики и других факультетов планируют снимать качественный контент о жизни своего университета и других образовательных учреждений республики. Кроме студенческих новостей, руководитель проекта Бэлла Межаева мечтает запустить полноценный подкаст, который будет производиться не только в аудио, но и в видеоформате. Оборудование для студии уже закуплено и совсем скоро выйдут первые новости студенчества, которые смогут увидеть пользователи социальных сетей, зрители видеохостингов и телеканала Архиз-24. Международное объединение Алашара получило прокатное удостоверение на фильм «Три брата». Документ дает право на прокат фильма на территории России, а также на его тиражирование и распространение, в том числе по кабельным или эфирным каналам. «Три брата» – первый в истории художественный фильм на абазинском языке. Он снят по мотивам сказки Татулустана Табулова, как «Три брата» князя обманули в рамках программы организации Алашара. Автор сценария, режиссер-постановщик и главный оператор Аслан Апсов дополнил сказочные произведения различными эпизодами, наполнил его духом народа, дав возможность почувствовать, чем жили и как жили абазины в незапамятные времена. Радио России, Карачаево-Черкесия, Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 16. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!